Если бы на выпускном в школе Тане сказали, что её профессия будет связана с гимнастикой, она бы очень удивилась. Тогда, 4 года назад, девушка поступала на курсы бухгалтеров. Бухгалтерский учёт у меня есть, диплом, но мне безумно не везло на нём. На нём не сожился ни единый баланс. Я никогда не могла посчитать нормально. Не знаю почему. Загадкой для Болхниной до сих пор является и её дар. Он открылся совершенно случайно в 18 лет. Таня обнаружила, что может легко свернуться в невообразимую геометрическую фигуру. Интереса Раде взялась за учебник. Первый, что попался в руки. У меня книжка была, энциклопедия для маленьких принцесс, там были уроки балета. Ну, я в ней позанималась, ну, может, ну, немножко. Родные этого увлечения не поняли. Будущий бухгалтер приехала на каникулы в деревню к маме, помогать на огороде. Но вместо этого тянула на грядках шпагат. Ну, я считаю, что это ерунда. Вот, когда-то по всем занимаюсь, то ситуация вообще как позор какой-то, что лучше бы я в это время, не знаю, пошла бы, там, огород покопала бы, там, или с тяпкой походила. Единственный человек, который тогда оценил ее способности, Иван Чибан. Тренер по художественной гимнастике в местном ДК. Про девушку с удивительными способностями он узнал случайно. Знакомые рассказали. Позвонил, предложил встретиться. Через полгода они поженились. Тут же выяснилось, что хозяйка из Тани, прямо скажем, никакая. По хозяйству она, конечно, слабенькая. Я просто там готовлю, там, помою. Ну, конечно, помою там посуду, там, еще что-то, но в основном я это делаю. Вот. Она вот, там, позаниматься, потрутиться, ну, вот такая вот. А еще, едва ли не в первую ночь, Иван обнаружил, что его юная жена тренируется даже во сне. Во сне там крутится, поменяет за ночь, там, уже, там, 40 поз. Вот. Бывает так, что где должна быть голова, а там ноги. Вот. Или все вместе. Голова и ноги, и все вместе. Я уважаю своего мужа. А за что? Ну, тренирует, растягивает, там, страхует в стойках. А за это можно человека уважать? Конечно. За это очень можно уважать. Раз, два, три. Все, все, хватит. Поступать в знаменитое цирковое училище супруги поехали вместе. Иван всегда сопровождает Таню. Ведь он не только муж, но и тренер, и продюсер. И порою кажется, что его гораздо сильнее, чем жену, волнует вопрос, как она выступит. Каков будет вердикт педагогов, а значит, и их станет будущее. Таня, 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 иди сюда. Ленька, классно, выиграйся, красиво. Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева встретила Татьяну пустыми гулкими коридорами. Таня, Таня, иди сюда. Таня, Таня, иди сюда. все очень довольны. Они что-то сказали? Ну, сказали, что у меня есть данные, что можно, ну, как есть над чем работать. Ну, мне это очень радует. Вы знаете, вот этот поворот вокруг позвонков я первый раз видел. Вокруг позвонков. Первый раз. Такой большой поворот. В какой-то степени это аномалия. Вы понимаете, это все очень спорно. Элемент, о котором говорит педагог, предмет гордости Ивана. Этот поворот на 180 градусов вокруг своей оси из положения сидя он придумал сам. Месяцы тренировок и есть чем поразить даже самого искушенного зрителя. 7, 8, молодец, 9, еще 10. Мы видим, что позвоночник может повернуться, ротироваться в верхнем шейном отделе, в шейном отделе до 60 градусов. Дальше мы можем видеть движение до 40 градусов в грудном отделе позвоночника. Это норма весьма условно. У всех людей это все по-разному. И также 10, 20, 30 градусов в поясничном отделе. Также возможна ротация крестцов в подвздошном суставе между костями подвздошной кости и крестцом. Хотя, конечно, элемент спортивной травмы, сороковой травмы, он в этом случае возможен. И мы понимаем прекрасно, что если ассистент чуть-чуть дальше повернет вот этот вращающийся круг, то вполне возможно, девочка будет прикована длительное время к постели. Врачи подтверждают, такая экстремальная гибкость встречается крайне редко. И потому неудивительно, что педагоги циркового училища решили подстраховаться. Их вердикт – Тане надо пройти медицинское обследование. Может ли она дальше заниматься гимнастикой? Её способности – это дар или болезнь? Это предстоит сегодня выяснить медикам. Именно от их решения зависит судьба гимнастки. Будет ли Татьяна Балахнина учиться в лучшем цирковом училище? Необычных способностях, правильно? С медицинской точки зрения, да? Скажите, что вы умеете? Гнётся. Назад, вперёд. У вас есть повышенная гибкость, правильно? Ну да. Нече там прозрачивает. Повышенная гибкость у нас имеется. Это понос. Так, понятно. Нам нужно будет вас сейчас посмотреть. Значит, давайте вы тогда вставайте, подходите сюда ко мне. Сюда подходите. Не надо раздеваться? Нет, пока раздеваться не надо. Давайте я пока посмотрю. А вот эти вот способности, которые у вас имеются, вы давно в себе обнаружили? Ну, я где-то четвёртый год занимаюсь. Какое-то детально глубокое медицинское обследование до этого вы делали? Нет. Таня не думала, что врачи так долго будут проводить диагностику. В поликлинике родного Луганска она дольше 10 минут не задерживалась. А тут такое внимание. Такая грудная клетка. Я такую давно чешула. Но я не могу вас порадовать с вашей спиной. У вас совершенно серьёзные проблемы с позвоночником. У вас абсолютно плоская спина. И там, где должен быть изгиб, там его у вас нету. Там есть серьёзный выраженный мышечный валик, который свидетельствует о том, что есть некое напряжение со стороны мышц. И они не расслабляются в этом месте совершенно точно, что очень, ну, как бы, нехорошо. А вообще плоская форма такая грудной клетки, деформация грудной. Ну, есть ряд проблем со стороны позвоночника и грудной клетки. Вы чего расстроились? Диагноз, поставленный врачами, гиперпластичность суставов. Сам по себе он не страшен. С этим можно жить. Однако настойчивые ежедневные упражнения могут не только усугубить этот синдром, но и привести к функциональным нарушениям позвоночника, что чревато самыми тревожными последствиями. Вы не расстраивайтесь. Я думаю, что вы впервые задумались о своём здоровье. Возможности, которыми вы обладаете, это прекрасно, это вас выделяет. Я бы ей не рекомендовала этим заниматься, потому что это неблагоприятно о её здоровье. О последствиях Таня думать отказывается. Муж тоже, кажется, несколько растерян, но старается держать в руках и себя, и супругу. Что касается Татьяны, если она прекратит, как бы ей вы хуже не станете. Я не собираюсь попросить. По собственному опыту просто знаю, что если вот она прекратит заниматься и не будет дальше это, кто его знает? Может, даже, знаете, как? Кулич, когда бросает тоже занятия и так далее, ему плохо становится. Ты останешься, будешь делать скрабные номера или не будешь? Ты как считаешь? Буду ещё больше делать. Зачем? Почему? Затем. Она просто... Десятера. Десятера. Нет, ну, она такая упрямая девушка. Вот. И выливает свои седации. Я в Москву приехала всего на пару дней. Но сколько событий за это время. Успешное выступление на экзамене в цирковом училище. А потом безжалостный вердикт столичных врачей. Вы не расстраивайтесь. Никакой такой вот прямо приговора я вам здесь не выношу, да? Просто вам нужно бы задуматься о своём здоровье. Таня поплакала и, кажется, решила забыть об этом визите к врачу. А вот Иван, похоже, он действительно не знает, что теперь делать. Как убедить супругу оставить гимнастику? Если на самом деле оно так оно и есть, так далее, значит, я буду уговаривать, чтобы это всё дело прекращать. Если он мне скажет поставить выбор, либо я, либо гимнастика, хотя я сомневаюсь, что мне такой поставит выбор, то я брошу Ивана. Ну, конечно, без этого и жить не сможет. Тут надо больше с Таней разговаривать не со мной, потому что даже если запрещу, она просто меня бросит. Но думать о плохом Тане сегодня не хочется. Это последний вечер в столице, а она давно мечтала выступить на Арбате. Ещё перед поездкой в Москву они решили обязательно показать свой номер на этой знаменитой улице музыкантов и артистов. Раз запланировали, надо выступать. А о том, что делать дальше, ещё есть время подумать. Кстати, говорят, уличные артисты на Арбате неплохо зарабатывают. Подходим, кто сколько сможет. Пожалуйста, помогите артистам, которые проездом. Свой вес в зубах. То, сколько сможет. Тысяча рублей. Тысяча рублей и три доллара. Много, мало, нет? Это хорошо. Но вскоре радость от случайного приработка сменилась раздражением. Татьяна Балахнина мечтает о всемирной славе и больших гонорарах. А почему бы и нет? У неё есть всё необходимое. Феноменальная гибкость, воля к победе, опытный наставник. И тут муж, единомышленник, главная её опора, решает, что рисковать здоровьем ради всего этого не стоит. Иван пытался объяснить жене, что к доводам врачей надо прислушаться. Что её тренировки – танцы над пропастьем. И даже наглядно проиллюстрировал, что он имеет в виду. А что, ты боишься? Ну, волнуется за меня, волнуется, волнуется. Гля, классно-то. Ладно, я тебя люблю, маленький. Ну, что ты боишься? А я, знаешь, тоже волнуюсь за тебя. Куда ты делаешь? На этом аргументы у Ивана кончились. Он видит, что Таня уже всё решила. И что его настойчивость жену только раздражает. Я думаю, что Ваня мне завидует в какой-то мере. Похоже, это лишь один из поводов для конфликта в этой семье. У супругов принципиально разный взгляд на продолжение рода. В планах есть, чтобы были у нас двое детишек, мальчик и девочка. Ну, так, по крайней мере, мечтаю. Я лично не хочу детей. Вообще не хочу. В принципе, не хочу. Мне что-то такая идея не нравится. Детей. Я хочу с котами ещё заниматься. Мне нравятся коты. Если не будет... И котов не будет? Вот, ну, Гуля, не будет гимнастики? Чем ты сможешь зарабатывать деньги? Как это не будет? Ну, не будет гимнастики. Вообще в мире. У тебя в жизни? У меня в жизни? Ну, почему я даже не будет? Вопрос о своём будущем и будущем своей семьи Татьяна Балахнина решила оставить открытым. У неё никогда не возникала мысль, как относиться к своему удивительному таланту. Дар ли это или же испытание? Она просто понимает, что ей очень повезло. И эту нечаянную удачу надо использовать по максимуму.